Малоуходный сад 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 даже не отрастают, потому что они все время в таком наклоненном состоянии. Ну, я имею в виду в теплое время года. Вторая Иваза, которую я наблюдаю, живет в Запорожье. Ну, кардинально другие условия. Почва, если здесь глина, то там песчаная, тоже бедная. И, естественно, жара. Осадка выпадает очень мало. И, тем не менее, второй год она без поливов, безо всяких удобрений, безо всяких обрезок и обработок, отлично живет и отлично плодоносит. Ну, по крайней мере, судя по тем видео и фотоматериалам, которые мне оттуда присылают. Моя знакомая Лена, может быть, вы помните. И, собственно говоря, к чему я все это веду? Это растение вполне обойдется без какого-то особого ухода. Да, может быть, санитарную обрезку какую-то надо делать, удалять сухие, какие-то трущиеся ветки, которые мешают вам при проходе, например. Все это можно удалять. Но ничего такого кардинального с айвой вам делать не придется. Разве что первые пару лет, как я всегда говорю, когда вы посадили молодой саженец. Да, любое дерево, по большому счету, в любом климате потребует от вас забот первые пару лет. Его надо будет поливать как-то, его, может быть, надо будет защищать от морозов. Не забывайте о том, что айва, в принципе, считается теплолюбивым растением, хотя сейчас уже выведены морозоустойчивые сорта. И, в принципе, она распространилась уже точно по всей Украине. Итак, на мой взгляд, айва – великолепнейшее растение, которое идеально подходит для малоуходного сада. Но вы можете столкнуться с одной проблемой. Если вы хотите получать крупные плоды, то придется все-таки за ней ухаживать. Дело в том, что растя без ухода, на бедных почвах, без поливов, без удобрений каких-то, вы будете получать плоды, но они будут не очень большого размера. Хотите крупные, до 2 килограмм, в принципе, плод айвы может весить. И такое бывает. Тогда, конечно, вам нужно сажать ее в плодородную почву. Вам нужно сажать ее на открытое, хорошо освещенное солнцем теплое место. Вам нужно будет ее обязательно поливать. Без полива плоды будут мелкими. Ну и обязательно нужно узнать, какой сорт айвы у вас. Потому что есть сорта с более крупными плодами, а есть, соответственно, с менее крупными плодами. Ну и, естественно, желательно бы посадить все-таки в саду 2 растения айвы, для того, чтобы они лучше опылялись. И, опять же, от этого плоды, в принципе, могут быть больше. В общем, подумайте об этом растении. Оно стоит того. Оно вкусное и в свежем виде. Ну, для меня лично не все, правда, любят в свежем виде, но я люблю. Когда она полежит зимой в подвале, очень вкусно. Из нее, естественно, делают варенье, из нее, естественно, делают компоты. И это очень хорошая приправа к мясу айва. К разным соусам ее можно добавлять. В общем, присмотритесь к этому растению. На мой взгляд, супер. Ну вот, у меня на сегодня все. Поменьше вам в саду всяких бессмысленных, трудоемких работ. А побольше творчества. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok